После назначения меня на должность исполняющей обязанности главного врача Кальской ЦРБ меня сразу же заинтересовал вопрос контейнера, который был установлен на территории. И что меня поразило, контейнер не был опечатан, хотя он должен был быть опечатан. Мой заведующий по административно-хозяйственной части предоставил мне ключи от замка и в присутствии понятых я сначала написал письмо к главе администрации, чтобы создал комиссию по оценке условий хранения данного аппарата. И вот в их присутствии мы произвели открытие контейнера, и внутри я обнаружил только магнитную катушку и три шкафа. Это операторские шкафы, которые отвечают за определенные процессы работы аппарата. Доминирующее большинство составляющих аппарата находятся по сей день в республиканской больнице. Я сразу же задался вопросом, учитывая, что данный аппарат был передан больнице в 2017 году, а меня назначили в 2020 году. Три года аппарат стоял в условиях повышенной влажности. Ну, агрессивной среды. Да, агрессивной среды. То есть, и сразу поразило, что внутри вся магнитная катушка и все эти три ящика в конденсате. Вот. И я сразу же поставил вопрос о том, насколько это все работоспособно. За счет бюджета больницы я пригласил с Воронежа инженеров, которые осмотрели аппарат и написали свое заключение, свой акт. Все эти документы предоставлены службе госпезопасности, прокуратуре, которая до сих пор занимается расследованием данного дела. Этот аппарат стоит у меня на балансе под стоимостью 11 миллионов 700 тысяч. О рентабельности данного аппарата я много раз говорил, что его, во-первых, уже не восстановить, потому что элементов для его работоспособности уже не выпускают. Это аппарат первого поколения. Это сравнимо с тем, что сейчас найти айфон 4. Ну да. То есть если у кого-то в загажнике не оказалось, ты его нигде не найдешь. То есть получается, что часть оборудования в Республиканской и часть у вас. Да, часть оборудования. По акту приема и передачи подписано, что все получило ЦРБ. Но по факту оказалось не так. Вот. И после того, как прокуратура пришла, посмотрела, сотрудники СГБ приехали, посмотрели, это все опечаталось. Ну, после осмотра инженеров это все опечаталось. И сейчас идет следственный процесс. Продолжение следует...